Из-за COVID-19 большинство вузов мира и страны перешли на дистанционное обучение. Карантин оказался продолжительным. Почти весь весенний семестр мы проучились на удаленке. Но и летнюю сессию мы будем сдавать через интернет. Все ли к этому готовы? В целом меня это не пугает, наверное, потому что наше поколение привыкло к такому повороту событий. Мы ведь практически всегда живем в онлайне. А согласно ли с моим мнением педагоги и мои коллеги-студенты, для этого я решила связаться с некоторыми из них. Я не рада, что сессия онлайн, потому что хотелось бы все-таки иметь какой-то личный контакт с экзаменатором. Ну, плюс ко всему, задавать тест — это не всегда так же эффективно, как отвечать развернутым ответом на вопрос преподавателя. Я думаю, вообще дистанционное обучение не замена живому общению. Здорово будет, если благодаря этому в университетах появится дистанционное образование. Нужно заочно заменить дистанционную. По всему миру на онлайн-обучение перешел уже один миллиард человек. Молодые люди даже находят плюс в дистанционном обучении. Нет трат на дорогу, лекции можно переслушивать по несколько раз. Но большинство преподавателей воспринимают удаленку менее восторженно. Я в целом к дистанционному обучению отношусь неплохо. Основная проблема, мне кажется, психологическая. Потому что за два с небольшим месяца преподавания дистантно я уже отвык от живых людей, от живых студентов. И у меня уже, мне кажется, такой легкий невроз скоро начнется. Потому что мне кажется, что я разговариваю с черным ящиком, с компьютером. Это очень непривычно теряется ощущение такой отдачи кидбэка. То есть непонятно. Когда ведешь занятия, ведешь лекцию, ты видишь лица, глаза студентов. Ты понимаешь, понятно ли им или непонятно. А тут ты говоришь в каком-то смысле, действительно становишься говорящей головой. И потом приходится переспрашивать, все ли понятно, вы здесь, вы не здесь и так далее. Я считаю, что это хорошее дополнение к классическому образованию. Действительно многие вещи можно переводить в онлайн. Я, в принципе, старался это делать и раньше в своей практике. Но мне бы очень не хотелось, чтобы все образование перешло в онлайн. Мне очень не хватает аудитории. Мне очень не хватает видеть ваши глаза, чувствовать ваше присутствие, вашу ауру. И вести настоящий диалог. Семинар в аудитории – это пение вживую. А семинар в онлайн – это пение под фонограмму. Вот понимаете, образование – это всегда общение. Это всегда прямая передача знаний от учителя к ученику. И вот этих учителей не заметен никакой робот. Никакие онлайн-лекции, какими качествами они не были. Да, коронавирусы, как его следствие, переход в школу вузов на дистанционный образовательный формат – явление уникальное. Это стало проверкой для всего мира на гибкость и способность быстро переформатировать нашу реальность. Но ведь главное в этой ситуации именно то, что мы справились. И вот что удивительно, на совещании с президентом страны 21 мая наш ректор отметил, что в СПБГУ однозначно увеличилось посещаемость студентов. Если прошлой осенью в аудитории присутствовало от 30 до 50% универсантов, то в онлайн-формате занятия в марте, апреле и мае посещали до 80% обучающихся. Я надеюсь, те знания, которые мы получили этой весной, помогут закрыть нам сессию на отлично. Желаю всем удачи! Анастасия Матрос, Медиа-центр СПБГУ. Анастасия Матрос, Медиа-центр СПБГ.